Всем привет! Сегодня я бы хотела записать макияж про голубые смоки айс, точнее даже они будут, наверное, синие. Честно говоря, я точно не знаю, что я буду делать, и это видео мне захотелось снять и говорить по ходу того, как я буду делать макияж, просто для того, чтобы нести какие-то изменения. В общем, давайте я начну лучше свой макияж и перестану говорить, потому что, говорит, на камеру у меня все еще не очень хорошо уходит. Итак, начну я с того, что буду делать макияж лица, и первое, что я буду использовать, это база под макияж от фирмы NYX, называется Angel Vale. Я ее не раз пользовала в своих видео и говорила о том, что она мне нравится, она подходит для моего типа кожи, у меня кожа жирная, но обезвоженная. Вначале эту базу нужно встряхнуть, так как она без этого может показаться водянистой. И после этого немножко ее я вытавливаю и наношу. Я люблю наносить базу на свое лицо руками, так как мне кажется, что так она у меня лучше распределяется, чем с помощью кисти. И теперь, чтобы выровнять тон, я воспользуюсь тональным кремом от Chanel, называется Vita Lumiere Aqua. Его также надо встряхнуть, так как он достаточно жидкий. И затем я беру кисточку от Real Techniques, называется Expert Face Brush. И наношу эту тональную основу, движениями притапливающими там, где мне нужно побольше покрытия. И там, где мне нужно выровнять тон, движения у меня будут покручивающие. Мне очень нравится тональная основа, особенно в комбинации с этим праймером или в комбинации с праймером, который минимизирует поры от Smashbox. Они не то чтобы продлевают жизнь моей тональной основе, но она действительно хорошо тушуется поверх этих баз. На самом деле, именно для этой цели обычно я праймер не применяю, не могу сказать, что они намного сильнее продлевают жизнь моему макияжу. Теперь, чтобы сокрасить синячки под глазами, я воспользуюсь своим любимым корректором першского цвета из мак. Наношу на сам синячок, чтобы не дрезовать синий подтон. Растушевываю пальчиком. Не веду под реснички, чтобы этот продукт не скатался и не почерпнул наши морщинки. Обязательно провожусь этим корректором прямо на носу, а внутри макияжа глаза, так как там тоже есть синячок. И чтобы выровнять сам тон на подглазном пространстве, воспользуюсь консилером от NYX HD. Консилер, естественно, для меня. Этот консилер самого светлого цвета, который вообще есть в этой линейке. Наношу форму треугольничка. И растушевываю. Я воспользуюсь сейчас кистью, но также я это делаю и пальчиками. Все зависит от того, какое у меня настроение. Также немножко консилера я уведу на подвижное веко и верхнее веко. Чтобы скрыть покраснение венки, которое есть у меня там. С помощью этого же консилера я также немножко пройдусь по центру лица, чтобы его немножко подсветить. Я наконец нашла консилер, который действительно светлее, чем моя кожа. И им люблю выделять центр лица. Это очень выгодно смотрится визуально. Теперь, когда наши кремовые основы все нанесены, я всегда закрепляю все это с помощью пудры. Так как для меня закрепление пудры и тональных основ всегда продлевает жизнь макияжу. На самом деле лучше, чем прами. Поэтому я беру пудру. Я взяла пудру Stay Matte от Rimmel. Наконец-то я надеюсь, что я закончу когда-нибудь эту упаковку, потому что у меня уже есть следующая. Мне очень нравится эта пудра. Она действительно хорошо матирует, закрепляет макияж. Перед таптывающими движениями я прохожусь по лицу, концентрируюсь на Т-зоне и уже на щечки наношу то, что осталось. Этой же пудрой я закрепляю консилер и корректор под глазами. Притаптывающими движениями, чтобы не смазать эти корректоры с консилером, а закрепить на месте. И тем, что остается на кисточке, прохожусь по подвижному веку, так как туда мы консилер тоже немножко увели. Итак, теперь переходим к макияжу глаз. Сначала я наношу базу. Для этого использую, как обычно, Painterly Paint Pot из MAC. Так, наношу пальчиком на все подвижное веко. Также немножко наношу на нижний век, так как там у нас тоже будут тени. Затем беру карандаш голубого цвета, у меня от Make Up For Ever, номер 7L. И этим карандашом прохожусь по внешнему уголку глаза. Прохожусь по внешнему уголку глаза и также немножко по складочке века. И затем беру синтетическую кисточку, достаточно маленького размера пытаюсь сейчас я кисть найти. И растушевываю этот карандаш. Теперь я из палетки от NYX беру белый оттенок и наношу его на все подвижное веко, избегая области, где у нас карандаш. И тот же белый цвет я нанесу на внутренний уголок глаза. Теперь, чтобы очистить складочку века и придать нашему глазу скульптурность, я воспользуюсь вот этим оттенком. Он такой средне-коричнево-бежевый, как раз то, что нам нужно. Набираю его на кисточку для тушевки. В данном случае у меня кисть от фирмы NYX и она под номером B15. И я наношу этот оттенок в складочку века. Не увожу далеко под бровь. Затем беру чистую кисть для тушевки и прохожусь по краям этого коричневого латого цвета, который мы только что нанесли. Так, и теперь я беру тени от DIVAGE, голубые. Они выглядят вот так, но при смешивании всех цветов они дают голубой цвет. И этот цвет называется... Никак, он под номером 16. Набираю эти тени вот на такую вот кисточку. Она пушистая, но к концу взбирается как тюльпанчик. И наношу эти тени поверх нашей голубой базы. И затем из той же палетки NYX, которую мы использовали, я беру вот этот вот темный синий оттенок. Набираю на ту же кисточку. Много нам не нужно, поэтому остатки я обязательно встряхиваю. И наношу на тот же участок. Итак, теперь я возьму черный карандаш. У меня от Revlon из серии Colorstay. Пройдусь им по нижней слизистой. Также по ресницам внизу. И по верхней слизистой. Теперь я набираю снова этот синий оттенок вот на такую маленькую кисточку, очень маленькую. Набираю на кончик кисти. И растушевываю нашу карандашную линию. Также из той же палетки я возьму черный цвет на эту же маленькую кисть. И нанесу черный цвет в самый-самый внешний уголочек, который только можно придумать. И наношу черный оттенок. Чтобы немножко придать глубину нашему макияжу. И снова кистью, которую мы использовали для синего цвета, прохожусь по нашему рисунку в тушевке, чтобы между собой убедиться, что все цвета растушевывают. И теперь я прокрашиваю ресницы с помощью туши от Илья Собо под названием Кабарой. Итак, теперь я закрашиваю свои брови. Я использую карандаш от фирмы Seventeen под номером 08. Заполняю им брови, как я уже несколько раз говорила. Я не очень люблю делать их прямо очень четко очерченными. Но я, конечно же, все равно их закрашиваю. Делаю немножко более четкими, более правильными. Немножко более яркими. И стараюсь не сильно выделять вот эту переднюю часть, не делать ее грубой линией. И иногда я закрепляю брови гелем, иногда нет. В данный момент я, если пользуюсь гелем, то пользуюсь вот этим гелем от Essence. Он очень похож на гель от Benefit, который называется Gemi Brow. Очень похож по свойствам. Хороший цвет для балладинок совершенно не отдает в рыжий оттенок, что для меня очень важно, потому что я, честно говоря, терпеть не могу, когда какой-то цвет для бровей или цвет для оконтурирования лица отдает в оранжевый оттенок. Итак, теперь закончу макияж лица. Для того, чтобы выделить скулы, я использую Nars Laguna. Вот на эту кисть набираю немножко этих румян и наношу под скулы. После того, как у меня есть вот такая вот четкая линия, я ее обязательно растушевываю. И растушевываю я ее обязательно вверх. Никогда не тушую эту линию вниз, так как это тем самым может передать нашему лицу такую, какую-то грубоватую черту лица. Естественно, нам нужно не это. Поэтому я растушевываю эту линию исключительно вверх. Также я немножко выделяю боковые поверхности лба. Делаю я это для того, чтобы свой лоб немножко визуально уменьшить. Также я немножко люблю выделить под нижнюю лбу, чтобы она оказалась немножко более пухлой. И я еще люблю выделять нос, чтобы он не был белой частью на нашем лице, которая, как бы так сказать, все проконтурировала. Поэтому я по боковым поверхностям носа тоже немножко прохожусь пудрой. Совершенно немножко набираю на кисть. И потом обязательно прям пальчиками растушевываю, чтобы, конечно же, у нас не было видно этих двух коричневых линий. А теперь для того, чтобы придать лицу цвета, так как мы выровняли тон, у нас теперь лицо однородного цвета, чтобы вернуть ему какую-то свежесть, я нанесу румяна. Использую румяна от Бобби Браун в цвете нектар. Я наношу их с помощью вот такой вот кисточки, немножко спошенной. Вообще, такой кистью обычно пользуются для того, чтобы выделить скулы, но почему-то я всегда пользовалась ею для того, чтобы нанести румяна. Я наношу их на яблочки щек, которые у вас появляются, если вы улыбаетесь. Нашу на яблочки щек и потом немножко растушевываю цвет к вискам. Я не тяну именно цвет к вискам, я просто его немножко растушевываю по краям. И эти румяна очень пигментированы, с ними надо быть в этом плане аккуратными, так как когда я их первый раз набрала на кисть и потом натроналась до лица, у меня было большое кидно, которое я потом не смогла хорошо действительно растушевать. Поэтому они немножко дороговаты по своей цене, но их нужно совершенно немножко наносить. Поэтому они вам прослужат достаточно долго. Даже сейчас я с ними переборщила, и чтобы как-то немножко убрать лишний румянец, я использую киску, которая наносила тональную основу. И вот так, притаптывающими движениями, я пройдусь по румяну, чтобы этот цвет немножко растушевать. Как вы видите, сейчас смотрится намного более нейтрально, чем эта сторона. Я также прохожусь по скультурированию, чтобы его тоже немножко растушевать. И последнее. Я нанесу хайлайтер. Я использую хайлайтер от Essence, So Glow. Это такая кремовая штучка, которая при нанесении превращается в пудровую такую текстуру. Это очень крутой хайлайтер. Я даже не ожидала, честно говоря. Фирма Essence на самом деле меня очень часто радует. И хайлайтер стоил где-то рублей 200. И мне просто нравится, когда сияние, знаете, оно прямо вот видно из космоса, что вы светите, что прямо блестит. И это именно тот хайлайтер, который придает такой эффект. Плюс я очень светлокожая, и на мне сложно найти хайлайтер, который будет виден, потому что я, в принципе, изначально светлая. Но именно этот хайлайтер виден. Я надеюсь, на камере заметен эффект. Просто прелесть. Я наношу на скулы над верхней губой. Немножко на верхнюю половину спинки носа. И остаток снимаю на подбородок. Вот так вот. Итак, теперь в нашем макияже остались только губы. Я воспользуюсь сначала карандашом для губ от фирмы Rimmel. Называется цвет Essence No, номер 063. Вот такой вот приятный розовый оттенок. Я очерчиваю им губы и после этого закрашиваю их. Сверху я также нанесу помаду. Я воспользуюсь помадой из MAC. Вот такого вот нюдового оттенка. Она называется Sweet Sunrise. Но, по-моему, она из имитированной коллекции. Я почти уверена, что она из имитированной коллекции. Но похожая на нее цветом помады Essence Magi, которая называется Creme de Nude. И вот конечный результат. Наш макияж готов. Я очень хотела показать, как можно использовать синие и голубые цвета. Так как эти цвета достаточно сложно использовать в макияже, чтобы они не смотрелись, как приятный 70-х. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. На самом деле, такие синие с макияжем подойдут к любым глазам. Потому что цвет очень насыщенный, синий, глубокий. И он подойдет к любому цвету глаз. Потому что это не яркий какой-то голубой оттенок. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, пожалуйста, оставляйте комментарии. Ставьте лайки. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok